Повторюсь, что химия-лучевая терапия занимает все большее место в лечении рака пищевода, независимо от локализации, независимо от гистологического типа. Это хорошо видно по динамике публикации в электронных библиотеках. В частности, за 2018-2019 год число таких публикаций на ПАВМЕД достигло почти полутысячи. И анализ, который был проведен в небольшой европейской стране, в Нидерландах, проанализировал динамику лечения различных способов лечения только максимального рака пищевода. Мы видим, что химия-лучевая терапия занимает от года, от пятилетки к пятилетке, все больше и больше места. Я думаю, что если мы посмотрим такую же статистику по странам так называемого азиатского пояса рака пищевода, который простирается от Северного Китая до Ближнего Востока, то там, возможно, это соотношение будет еще более значимым. В то же время, несмотря на свои преимущества, несмотря на достаточно длительный срок применения, остается немало спорных проблем. И вряд ли мы найдем какое-либо сообщение, исследование, в котором не встретится фраза о том, что данный вопрос в настоящее время является достаточно спорным, мы не имеем достаточно пока доказательств преимущества того или иного вида лечения, но попробуем в рамках сегодняшней встречи, попытаемся обозначить наиболее значимые проблемы. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, основные вопросы, естественно, когда, кому, в каком объеме и как проводить, и что мы ожидаем от химия-лучевой терапии. Безусловно, наиболее частой областью применения является неодемантная химия-лучевая терапия при местно распространенном операбельном раке пищевода. Да, действительно был период, когда, будьте добры, следующий слайд, шло накопление информации об эффективности химия-лучевой терапии данной категории пациентов. Различные исследования по-разному давали ответ на этот вопрос, но в то же время, спустя годы, стало ясно, что действительно химия-лучевая терапия более эффективна и в значительной степени улучшает основные онкологические показатели в сравнении с только естественно-хирургическим вмешательством и в комбинации хирургии с одевантной химиотерапией или с неодевантной лучевой терапией. Эти данные прекрасно обобщили несколько лет назад в большом крупном мета-анализе, который, в общем, не оставил уже никаких сомнений в том, что действительно химия-лучевая терапия в мелодивантном своем исполнении в составе тримодальной терапии является в сущности золотым стандартом лечения местно распространенного операбельного рака пищевода, поскольку она увеличивает показатели общей трехлетней выживаемости, Будьте добры, следующий слайд. Общей безрецидивной трехлетней выживаемости обозначила достаточно уверенную тенденцию в повышении показателей пятилетней общей выживаемости, хотя они пока не достигли значимых достоверных различий. И вывод, который может быть сделан из этого мета-анализа, который объединил 25 рандомизированных исследований, включавших более 5000 пациентов с местно распространенным операбельным раком пищевода, что действительно показатели общей выживаемости, безрецидивной выживаемости, безусловно, ставят тримодальное лечение с использованием химия-лучевой терапии на первый план. При этом в целом это лечение не увеличивает показатели переоперационных смертностей и частоты переоперационных осложнений. Одним из спорных моментов на сегодняшний день, будьте добры, следующий слайд, остается необходимость использования химия-лучевой терапии при резиктабельном раке пищевода в категории СИТЭ-2Н0М0. Надо сказать, что относительно небольшое количество исследований посвящено такой узкой проблеме. Их данные также достаточно противоречивы. Но надо отметить, что, как обычно, основным таким камнем преткновения в выводах об эффективности химия-лучевой терапии при раке пищевода является относительно небольшое количество пациентов, участвующих в этих исследованиях, и смешанные группы, которые подразумевают отсутствие одного гистотипа опухоли. Как мы видим, три исследования, которые были проведены не так давно, в целом действительно сравнивали относительно небольшие группы пациентов. Они, эти исследования, не выявили достоверных различий в переоперационных осложнениях и летальности, но также и не установили достоверных различий в показаниях медиановыживаемости этих больных. И, казалось бы, вывод напрашивается сам собой, что действительно для этой категории пациентов химия-лучевая терапия не дает каких-то выигрышей, и хирургическое лечение может по-прежнему считаться основным методом лечения этих пациентов. Но вот что любопытно. Да, действительно, около 20% больных, которые все-таки получали химия-лучевую терапию с последующим оперативным вмешательством, они продемонстрировали полный патологический регресс опухоли. И, естественно, прогноз жизни у этих пациентов, он, известно, будет более оптимистичным. Эти пациенты обычно демонстрируют наиболее высокие показатели выживаемости. Кроме того, и в исследовании Спайхера, и в исследовании Маркера интересным оказалось то, что предоперационное стадирование, несмотря на то, что это больные, которые обследовались при помощи практически всех современных методов исследований, включавших в том числе и ПЭТ-КТ, оказалось, что соответствие стадии послеоперационной было отмечено лишь у 40% пациентов. И не только по категории Т, но в 30% случаев не удалось подтвердить отрицательный надальный статус. Таким образом, возникает вопрос, а существует ли, и как часто мы встречаемся все-таки вот с такой стадией заболевания, как Т2Н0. Но надо сказать, что основные руководства, национальные, руководства основных экспертных групп, они в целом сейчас очень гибко подходят к рекомендациям в отношении назначения химио-лучевой терапии. Если вы посмотрите последние версии, то, пожалуй, только ЭСМО, категорию больных с опухолями Т2Н0-0, не рассматривает как группу, которая может быть показана химио-лучевая терапия. А и НССН, и даже наши Минздравовские рекомендации, и Сен-Галеновская панель, проведенная, она не исключает возможности и видит возможные преимущества, особенно при опухолях низкодифференцированных, при опухолях с наличием лимфоваскулярной инвазии. Таким образом, эту группу мы пока тоже не можем уверенно исключить из категории больных, которым показана химио-лучевая терапия в неодивантном варианте. Действительно, одним из самых важных, может быть, эффектов химио-лучевого лечения в неодивантном режиме является возможность достижения полного патологического регресса. В целом, если брать все локализации, все стадии, то от 25 до 30% пациентов, пройдя химио-лучевую терапию, демонстрируют полный патологический регресс. И, как я уже сказала, эта группа больных имеет наилучшие шансы для наиболее долгой и безрецидивной жизни. В свою очередь, это ставит вопрос о том, всем ли пациентам, прошедшим химио-лучевую терапию, у которых мы регистрируем полный клинический регресс, действительно ли всем этим пациентам показано оперативное вмешательство. Я в данной ситуации не говорю о самостоятельной химио-лучевой терапии или дефинитивной в тех случаях, когда это единственная возможность для пациентов в силу их коморбидности и когда оперативное вмешательство исходно не рассматривается как имеющее существенное ограничение для такой категории больных. Хотя, возможно, не у меня одной возникает вопрос, если пациент соматически ослаблен и имеет противопоказания к оперативному вмешательству, то способен ли он действительно пройти весь полный курс химио-лучевой терапии. Дефинитивная самостоятельная химио-лучевая терапия действительно присутствует при всех стадиях и всех локализациях рака пищеводов как вариант для пациентов, не являющихся кандидатами на химио-лучевую терапию. Но вот вопрос, который сейчас остаёт всё чаще, перекликаясь в этом смысле с концепцией ВНТ-НС, которая при раке прямой кишки, как вы знаете, сейчас тоже широко рассматривается онкологическим сообществом. И эти исследования проводились, начиная с начала века, хорошо известное исследование германское, шталь, исследование, проведённое во Франции, которое достаточно долгий такой период наблюдения организовало за своими пациентами. И дальше интерес к этой теме развивался. Интересны выводы, которые сделаны на основе мета-анализа, опубликованного в прошлом году. Следующий слайд, я надеюсь, вы его все видите. И оказалось, что если мы проводим адекватную математическую оценку данных исследований, если мы сопоставляем действительно равнозначные группы этих пациентов, то показатели двух-трёхлетней общей выживаемости у пациентов, которые получали самостоятельную химио-лучевой терапии, не были подвергнуты сразу оперативному вмешательству, они достоверно не отличаются от тех, кто прошёл весь путь тримодальной лучевой терапии. Пожалуйста, следующий слайд. Очень любопытно, что да, у этих пациентов действительно риск персистирования, риск прогрессирования заболеваний, понятно, гораздо больше, чем у тех пациентов, кто получил вслед за химио-лучевой терапией оперативное вмешательство. Но вот что любопытно. При сравнении общей выживаемости пациентов, которые сразу были подвергнуты операции, или эта операция была вынуждена, проявлена уже как спасительная, как сольважная в тех случаях, когда развился рецидив заболевания, то мы видим, что показатели выживаемости тоже были достаточно близки и достоверно не отличались. Пожалуйста, следующий слайд. Вот эта вот опция самостоятельной или дефинитивной химио-лучевой терапии также крайне актуальна при лечении рака пищевода ранних стадий. Благодаря возможностям диагностики все чаще мы встречаем пациентов с ранними формами рака пищевода категории Т1А, и в основном все руководства совершенно справедливо полагают, что в случае раннего рака Т1А эндоскопическая резекция, органно-сохраняющая операция, успешно конкурирует с эзофакоктомией и, конечно, является менее инвазивным и более предпочтительным видом оперативного вмешательства. В то же время, если послеоперационное исследование препарата выявляет более глубокую инвазию, более 500 микрон, то, соответственно, становится понятно, что нет возможности ограничиться только эндоскопической резекцией в последовательном слое, и это лечение должно быть продолжено либо в объеме радикальной эзофакоктомии, либо, опять же, в использовании уже адювантной химио-учевой терапии. Что дает бы лучшие результаты? Эта тема сейчас очень широко развивается в Японии, в Китае. Эти страны традиционно демонстрируют высокую заболеваемость раком пищевода, особенно плоскоокреточного. И вот такое сравнение, которое было проведено, да, действительно, показатели пятилетней общей выживаемости несколько выше, если больные подвергаются радикальной эзофакоктомии, но в то же время цифры, которые мы видим после самостоятельной химио-лучевой терапии, дополняющей эндоскопическую резекцию, они тоже, в общем, достаточно приемлемы. Безусловно, я не призываю к тому, чтобы широко переходить к использованию самостоятельной химио-лучевой терапии. Это вопрос, который всегда стоит и должен учитывать множество факторов, как самой опухоли, так и пациента, но тем не менее, мне представляется, что эта тема очень интересна и, безусловно, получит свое развитие в дальнейшем. Пожалуйста, следующий слайд. Вообще говоря, применительно к таким ранним формам рака пищевода достаточно большое количество исследований второй фазы, третьей фазы демонстрирует очень сходные результаты как самостоятельной химио-лучевой терапии, как мы видим показатели четырехлетней общей выживаемости при подведении достаточно высоких доз облучения и безрецидивной выживаемости. Они хороши и, в общем, не сильно отличаются от таковых при использовании комбинации эндоскопической резекции и последующей химио-лучевой терапии. Говоря о проблемах, которые стоят перед химио-лучевой терапией, ну, да простят меня химио-терапевты, я, естественно, в рамках своей специальности вижу большие проблемы в плане лучевого компонента химио-лучевой терапии. Итак, какие же дозы? Пути добра, следующий слайд. Мы можем считать оптимальными. Естественно, на заре появления химио-лучевой терапии, когда исследовалась токсичность, использовались дозы невысокие и облучение проводилось обычно в дозе 36-40 грей и давало также, в общем, неплохие результаты. И если мы посмотрим, то многие исследования совершенно разные схемы химио-лучевой терапии используют. Одно из исследований, которое, в принципе, на долгие годы как бы закрыло тему необходимости эскалации доз-облучения, это хорошо известное исследование 94-05, в котором показалось, что нет необходимости подведения доз в более чем 54 игры, что превышение этого порога дает больший процент послеоперационных осложнений и не дает никакого выигрыша в показателях выживаемости. Но надо сказать, что материал, который анализировался, здесь использовалось не только трех- и двухмерное планирование, здесь использовались разные, в том числе, гамма-терапевтические установки, поэтому, безусловно, на том направлении радиационной технологии это исследование, наверное, действительно и дало такие результаты. В настоящее время эта тема также остается не до конца понятной, но вот я хочу в качестве примера провести такой анализ, который был выполнен в достаточно большом материале, который объединил данные 10 европейских центров, где исследовалась эффективность разных суммарных очаговых доз, в том числе, по такому промежуточному пункту, это достижение полного патологического регресса или близкого к нему, ТРГ-1, ТРГ-2. На диаграмме, которая переведена, парадоксально, как мы видим, доза 50,4 грей дает даже меньше процент полных патологических регрессов, чем, скажем, доза 40 грей. И это действительно кажется удивительным, до той поры, пока мы не посмотрим на тот материал, дизайн лучевой терапии, который использовался. И когда мы увидим, что вот эта группа 50,4 грей, она не получала дополнительной индукционной химиотерапии до начала химиолучевой терапии, то тогда вот подобный результат уже не вызывает изумления и, в общем, никак не компрометирует дозу 50,4 грей. В настоящее время в Европе и в Америке придерживаются более такой осторожной тактики, и это совершенно справедливо по отношению тем больным, которые, на мой взгляд, будут подвергнуты оперативному вмешательству. И здесь действительно доза 50,4 грей за 25 или за 28 фракций стандартного фракционирования, она действительно является универсальной, доказавшей свою безопасность и все возможные варианты эскалации дозы. Да, они действительно могут проводиться в специализированных центрах по показанию и, конечно, в большей степени, наверное, касаться тех больных, которым мы не планируем в дальнейшем после химиолучевой терапии проводить оперативное вмешательство. Хотя, вот опять же, мета-анализы, мы сейчас действительно все больше обращаемся к таким математическим вариантам оценки результатов, в этом есть и плюсы, и минусы, как вы понимаете. Но в то же время мы не можем сбросить со счетов вот мета-анализ, который был проведен в прошлом году, объединивший основные исследования последних лет, которые действительно, в общем, показывают превосходство более высоких доз облучения. Смежность с этим вопроса – это вопрос оптимальных, каков оптимальный объем полей облучения. Как мы все знаем, разная локализация рака пищевода склонна к метастазированию в разные группы лимфоузлов. Схематично это хорошо видно на данном слайде. И практически вопрос о том, облучает ли все группы регионарных лимфоузлов – это вопрос действительно достаточно высокой токсичности возможного лечения, потому что для рака среднегрудного отдела пищевода в субкоренальном отделе располагающемся регионарными зонами являются практически все зоны, начиная с надковичечных и кончая абдоминальными. Безусловно, это очень большой объем облучения. И я думаю, что в этой ситуации может быть логично и правильно поступать так же, как и с дозами. Если мы пациента не планируем оперировать, если мы этому пациенту не будем выполняться в последующем лимфодисекции второго или третьего уровня, то может быть действительно есть смысл ограничиться, ограничиться более скромным объемом облучения, использовать поля облучения, включающие как непосредственно саму опухоль, так и вовлеченные группы лимфоузлов, но может быть благодаря этому подводить более высокие дозы к основному очагу. Это тем более логично, если посмотреть дальнейшую судьбу пациентов и посмотреть на характер дальнейшего прогрессирования, которое наблюдается. Ведь в основном рецидивы и прогрессирование находятся, как правило, в зоне расположения первичной опухоли. Вторым по частоту проблемой оперированных, в том числе и больных, является отдаленная метастаза, но не метастаза регионарной лимфоузлы, у которой зоной прогрессирования является в целом не чаще, чем у 15-20% пациентов. Таким образом, существующие на сегодняшний день национальные руководства достаточно широко трактуют показания химио-лучевой терапии. В каждой ситуации мы должны подходить к данному больному тому типу опухоли, локализации, достаточно индивидуально и иметь в виду, что практически при всех стадиях заболеваний, при всех локализациях, действительно химио-лучевая терапия может быть очень эффективным методом лечения. Благодарю вас за внимание.